Всем привет дорогие друзья! Это новый выпуск с простыми ремонтами. Сегодня будем восстанавливать планшет Lenovo, смартфон Xiaomi и брелок от автомобильной сигнализации Starline. Простые ремонты, наподобие тех о которых речь пойдет далее, составляют большую часть работы любого мастера по ремонту электроники. Поэтому считаю, что не будет лишним еще раз закрепить навыки по замене разъемов и кнопок. Особенно после того, как я встречаю подобные работы. Ну а перед тем, как мы непосредственно перейдем к ремонтам, хочу вам порекомендовать канал Freakware. Здесь не разыгрываются призы, зато есть много реально полезной информации. Канал открыт для всех желающих, как для начинающих, так и для практикующих мастеров. Автор показывает, как читать схемы и работать с даташитами. Простым языком рассказывает об алгоритмах поиска неисправностей, о работе с измерительными приборами и программаторами. Ну и конечно же, автор в своих видео учит о зампайке на самом различном оборудовании. Канал Freakware, ссылка в описании. Возвращаемся к ремонтам и начнем с планшета Lenovo. Его дефект очень сильно снизилось время автономной работы. Соответственно, батарея под замену. Новая была приобретена заранее. Мне осталось всего лишь извлечь неисправную и установить новую. В подобных китайских планшетах батарея часто держится на добром слове и отваливается сама, либо отклеивается с помощью присоски. Мне немного в этом смысле не повезло, но все же батарея достаточно просто отклеилась от руки. В особо тяжелых случаях может понадобиться обработка бензином или каким-нибудь другим неагрессивным растворителем. Старый двухсторонний скотч остался на батарее. Теперь, чтобы установить новый элемент, необходимо нанести скотч. Двух полосок по краям будет достаточно. Отклеиваю защитный слой и устанавливаю новую батарею. Она приобреталась на Али и очень похожа на оригинальный элемент. Хотя, если честно, я еще не видел, чтобы китайцы подделывали запчасти от своих же устройств. Подключаю шлейф и вкручиваю винты фиксатора. Далее собираю корпус, полностью заряжаю батарею и проверяю, нет ли самопроизвольного разряда в спящем режиме работы планшета. На это обычно уходит пару суток. За два дня заряд практически не упал. Остается протестировать время автономной работы, например, при воспроизведении видео с YouTube, и ремонт можно завершить. Переходим к следующему аппарату. Это брелок от автомобильной сигнализации. Классический пример. Оторвали одну из кнопок, нужно поставить ее на место. Точнее, я не буду ставить именно ее, а заменю все микропереключатели на новые. Как показывает практика, это единственный правильный способ ремонта. Ресурс подобных кнопок небольшой. При выходе их из строя может требоваться более сильное нажатие для срабатывания. И в какой-то момент от большого усилия кнопки просто отрываются от платы. Поэтому не ленимся, меняем все кнопки. Сначала выпаиваю их. Удобнее всего делать это при термофена. Далее припаиваем новые. Уже с помощью паяльника, так как при пайке феном можно случайно перегреть микрики. Все-таки корпус у них из пластика. Также не стоит перебарщивать с флюсом, так как он может затечь внутри кнопок, что тоже негативно скажется на их и так недолгом ресурсе. Работа по замене микриков несложная. Потребует от вас лишь аккуратности и немного терпения. При работе в труднодоступных местах, куда нет возможности подлезть обычным жалом, придется воспользоваться тонким. Я использую для таких целей медное жало, так как оно относительно необгораемых жал эффективнее прогревает область пайки. Все кнопки заменены. Собираем прилог и обязательно проверяем все кнопки, чтобы срабатывали они сразу после челчка, без дополнительных усилий. Примерно вот так. На этом ремонт брелка завершен. Переходим к последнему на сегодня устройству. Xiaomi. Народный смартфон. Дефект также классический. Аппарат не включается и никак не реагирует, на зарядное устройство. По внешнему виду разъема питания сразу можно заметить неладное. Повреждена внутренняя часть. Загнуты эти два вывода. Соответственно, разъем питания под замену. Начинаю с разборки корпуса. Извлекаю лоток для сим-карт и карт памяти. Далее извлекаю крышку корпуса. На этой модели сканер отпечатков находится сзади, поэтому нужно следить за шлейфом, отходящим от крышки. Отключаю его. Разъем питания находится в нижней части смартфона. Обратите внимание, что панель в этом месте немного расплавилась. Такое могло произойти из-за нагрева разъема от плохого контакта, либо от замыкания плюсового контакта на корпус. Выкручиваю винты и извлекаю панель. А вот и сам разъем. На его корпусе тоже есть следы от нагрева. На металле видны следы побежалости. Очень интересно, но не отвлекаемся от работы. Отключаю шлейф тачскрина, шлейф главной платы и кабель антенны. После этого с небольшим подогревом извлекаю плату. Как оказалось, здесь установлен не самый распространенный тип микро-USB разъемов. В моей коллекции даже похожих не нашлось. Пришлось заказывать на Алиэкспресс. Много не покупал. Буквально пять штук, так как редко сейчас занимаюсь заменой разъемов. Ну и давайте напрямую перейдем к его замене. Выпаиваю неисправного при помощи термофена. Далее подготавливаю монтажные контакты, удаляя излишки припоя медной оплеткой. Чтобы оплетка хорошо впитывала припой, необходимо обильно смазывать ее флюсом. Я сейчас использую китайский NC559. Новый разъем припаиваю паяльником. Пропаиваю корпусные выводы и интерфейсные контакты. Отмываю отработанный флюс и давайте оценим качество пайки под микроскопом, чтобы убедиться в отсутствии дефектов типа слипшихся выводов и некачественной пайки. Ну что ж, без ложной скромности, по-моему, качество образцово показательное. Как с завода. Припой использовал вот этот. После остывания он не мутнеет. Остается блестящим, как вы можете наблюдать. В общем, можно ставить плату на место и проверять работу. При попытке установки платы появилась проблема. Посмотрите, разъем уже касается корпуса. А плата как бы висит в воздухе. Это нехорошо. Продавец выслал неподходящий тип разъемов. Очевидно, от какой-то другой модели смартфона. Пришлось перезаказывать. В этот раз приобрел уже один разъем. И он очень похож на оригинал. Аналогичным образцово показательным способом припаял его. С ним уже проблем не возникло. Плата встала на свое место. При подключении к зарядному ток потребления около 1,8 ампера. Что является нормальным показателем для подобных смартфонов. После сборки, как обычно, тестирую работу основных функций. Незаявленных дефектов у смартфона не выявил. Поэтому завершаю ремонт. Это был последний на сегодня аппарат. И я буду заканчивать ролик. Благодарю вас всех за внимание, дорогие друзья. И до новых встреч в других ремонтах. Субтитры создавал DimaTorzok